Дорогие сестры, у нас сегодня мы продолжаем с вами разбирать тему воспитания детей. И сегодняшняя наша тема, альхамдуллилля, роль отца в жизни ребенка. То есть, как отец влияет и становится причиной формирования личности и становится причиной отношения к религии своих детей. Независимо от того, что это ребенок мальчик или девочка, роль отца важна в жизни и мальчика, и девочки. И мы сегодня с вами разберем именно ту фигуру отца, которая должна сформироваться и как должен себя вести отец правильно, чтобы достичь вот этого успеха. То есть, каждый отец хочет от своего ребенка почитания, хочет в старости опеки, хочет уважения в свой адрес. Но при этом невозможно сделать так, что если ты ничего не отдал, но взамен требуешь. Поэтому для того, чтобы получить какие-то плоды, нужно что? Нужно их посадить, эти плоды. Но если эти плоды не посажены, то, естественно, очень трудно будет потом их просто пожинать. Поэтому сегодня мы с вами разберем, какая роль отца в жизни ребенка и как влияют те или иные поведения на жизнь ребенка, как мальчика, так и девочки. И если были какие-либо ошибки, то как их исправить и что дальше делать? Ну, для начала скажем, да, что сегодня мы разбираем роль отца в жизни ребенка. И заключительная этого месяца, заключительная лекция будет у нас посвящена роли матери в жизни ребенка. И хочу сказать, что родители – это те люди, которые становятся причиной появления человека на свет. И цель этих эфиров и роль отца в жизни ребенка, и роль матери в жизни ребенка – не показать какие-то ошибки. если вы будете слушать эту лекцию, я бы хотела заранее вам сказать, что не проецируйте это, если вы будете проецировать это на себя, да, то есть если вы увидите какие-то проявления, что ваши родители это делали, или вы увидите это в себе, да, не нужно воспринимать это как что-то негативное, и то есть цель этих эфиров – не показать негатив, и вот там родители плохие или что-то еще, а вот, а цель – это чтобы предотвратить какие-либо ошибки. Если ошибки были сделаны, то как их исправить, да, что можно сделать в этом случае, поэтому Всевышний Аллах после веры в себя приказывает нам относиться с добром к родителям, поэтому цель – не упрекать родителей в чем-то, чтобы не возникло, да, это чувство, там, такой неприязни, а то, что предотвратить те ошибки, которые может совершить каждый из нас. Поэтому, как вообще формируется, так, тут вопрос поступил, будет ли эфир про половое воспитание. Про половое воспитание эфир был прошлым понедельником, и его должны скоро выставить на YouTube-канал, поэтому ждите, когда, иншаллах, будет выставлено, и посмотрите в записи. И мы должны понимать, да, вот, как формируется, вот, вообще в жизни ребенка роль отца, да, образ отца, какой образ должен сформироваться, правильный, да, и что этому становится причиной. И вот я, как вам всегда объясняла, да, вот, ребенок, когда рождается ребенок, он рождается совершенно пустым, пустым в плане восприятия этого мира. Все рождаются с естественной фитрой единобожия, то есть, как я вам ранее объясняла, что каждый человек рождается уже готовым к принятию единобожия, уже готовым быть единобожником. И, конечно же, родители становятся причиной или имана, или неверия, да. Поэтому формирование, вот, сам образ отца, как он формируется у ребенка, да, он формируется через отношения между родителями. То есть, как я всегда советую и говорю, если у вас есть какие-то конфликты между вами и супругами, да, то старайтесь эти конфликты не показывать вашим детям. То есть, можно, конечно, там, не все, например, возможно было там скрыть, да, что есть какие-то недопонимания, да, но показывайте, что после недопонимания, мы вот не поняли друг друга, там, мы решили эту проблему, мы помирились, потому что, ну, не бывает так в жизни, что все, прям, все прекрасно-прекрасно. В каждой семье есть какие-то свои, могут возникать конфликты, какие-то недопонимания, какие-то мелкие ссоры. Конечно, лучше не доводить до больших конфликтов, больших ссор, но если так получается, да, что этого не избежать, и это от вас не зависит, то постарайтесь сделать это так, чтобы максимально ребенок этого не увидел, потому что у него восприятие ребенка по отношению к родителям, к матери, мы, иншаллах, к матери с вами следующее раз поговорим более подробно сегодня, мы говорим о роли отца, да, и вот ребенок, он смотрит на отношения между родителями, и он формирует себе вот этот образ отца через вот это восприятие, то есть если он видит, что папа постоянно там ворчит, что папа постоянно ругается, что папа не заботится о маме, что папа часто там отсутствует, или папа там обещает, но не исполняет, и у него формируется вот образ отца, папа там скандалист, папа несправедливый, папа, то есть то, что обещает, он не исполняет, вот, и поэтому важно, да, мы чуть попозже с вами коснемся, да, что ждет ребенок от отца, и как это нужно давать, вот, сейчас мы сначала с вами поймем, как формируется образ отца в жизни каждого человека, да, дальше есть вот через отношения между родителями, да, дальше через какие-то культуральные стереотипы, то есть это может быть связано с тем, в какой среде живет человек, да, и вот здесь вот важно, да, важно отец, чтобы образ отца сформировался, это показывает свой пример по отношению к религии, по отношению ко Всевышнему Аллаху, если, почему говорят, если хочешь, чтобы ребенок был благочестивым, праведным, сначала сам стань им, то есть, да, может быть, вы где-то бывает слышите там такие, слышите, что вот там отец там такой неправедный, ничего не делает, а ребенок там Коран заучил, там, или отец там плохой, а ребенок вот такой вот хороший, но поверьте мне, это такие вот единичные случаи по милости и Всевышнего Аллаха происходит, да, может быть, для кого-то это может стать назиданием, да, примером, вот, и... Но не нужно на это опираться, мои дорогие, и не нужно думать, что, а, вот, если я все равно выйду там плохим, и все, всю ответственность, да, перекладывать на то, что, ой, все по воле Аллаха, если там суждено будет, он станет. Конечно же, мы, безусловно, все в нашей жизни, то, что происходит, это по воле Всевышнего Аллаха, щедрого, дарующего, любящего Всевышнего Аллаха. Но не нужно перекладывать ответственность на свою ответственность на то, что вот нас, и в первую очередь это на ребенка, то есть я не буду участвовать как-то в твоем воспитании, это называется так, я не буду участвовать как-то в своем воспитании, «Ты сам себя воспитай, сам возьми себе причины и сам себя воспитай». Поэтому вот отец, он должен показывать своим примером свое отношение ко Всевышнему Аллаху, свое отношение к пророку, саляллах алейхи вассалям, к религии, да, в общем, вот я, если он заявляет, что он мусульманин, вот, и он хочет праведное потомство, то потомство, которое будет делать дуа за своих родителей, то в первую очередь, конечно же, родитель должен сам, отец этот должен взять на себя ответственность и показывать своим примером. Вот. И следующий пункт, по которому может формироваться образ отца, это то, как мать преподносит своего супруга, то есть отца своим детям. И вот здесь, дорогие сестры, ваше участие здесь немаловажно, да, когда, если вдруг у вас есть какие-то конфликты с вашими супругами, пожалуйста, не нужно в эти конфликты посвящать и в эти конфликты ввязывать детей, потому что они никак в этом не виноваты, они никак вам помочь в этом не могут, и они никак не смогут как-то повлиять. Потому что вы сделаете хуже этому ребенку, нежели не облегчите себе. Потому что бывает так, что матери там поругались с отцом или что-то еще, и они начинают поносить своего супруга, то есть отца, ребенку. Тем самым они подрывают авторитет в глазах ребенка, и тем самым, смотрите, если, например, вы поругались с супругом, и вы говорите, а, да, твой папа такой безответственный, твой папа такой, там, плохой, там, вот он мне вот это не сделал, это не сделал. И, смотрите, есть такая хорошая пословица узбекская, если я сейчас вам ее переведу, то есть ссора между мужем и женой – это как марля, которая высыхает. Ну, это я вам уже с узбекского языка перевела. Но смысл в том, что ссоры между мужем и женой – это быстро проходит, так как марля, она быстро высыхает. Вот, поэтому вы поссорились, ссора между вами прошла, вы помирились, и дальше у вас все, хорошее отношение, все налажено, но ребенку вы уже дали, вот, вы уже дали эту установку ребенку, вы уже показали его отца в таком некрасивом цвете, да, вот, что вы сказали, что он безответственный, вы сказали, что он плохой, вы сказали, что он еще что-то, ну, то есть показали его в отрицательных качествах. А на следующий день вы, он видит, что вы хорошо общаетесь с отцом, то есть вы помирились, у вас все хорошо. И что это дает ребенку, да? Во-первых, у ребенка сначала появляется негатив к отцу, потому что мама является, для мальчиков особенно, она больше является значимым, да, и для девочек то же самое, значимым, но мы сейчас чуть попозже коснемся, да, как отец влияет на мальчиков и что происходит, да. Но вот проецируя такой негатив, у него сначала появляется этот негатив, а потом вы показываете, что вот там все нормально. И мальчик смотрит, и он думает, что я могу тоже себя так вести с окружающими и со своей супругой, которая у меня будет. А вот это восприятие отца, то есть мальчик, он берет отношения с внешним миром, он берет через отца, то есть он смотрит, как отец коммуницирует со своей матерью, как коммуницируется с другими детьми, да, как-то, и он смотрит, как отец коммуницирует социально, да, и он от этого берет примеры. Поэтому не удивляйтесь, если отец там вспыльчивый, ссорится, ругается, произносит нецензурную лексику, небрежен к своей религии, что ребенок делает то же самое, только с другими, да. Вот. И вот здесь важно, да, если это мальчик, да, если я говорю, это девочка, когда девочке, например, мама показывает, вот твой отец такой плохой-сякой, а на следующий день она с ним мерится, и она его все любит, все хорошо, все прекрасно, для девочки это посыл такой. «Завтра ты выйдешь замуж, твой муж будет тебя обижать, ничего страшного». То есть это что? Это формирует у девочки, что это нормально, это нормально, меня могут обижать, и это нормально. Другое дело, вы можете сказать, ну, это незначительные же у нас ссоры, у кого-то незначительные, у кого-то это последствия такие, что там есть и рукоприкладство, да, и вот важно, если, например, вы это прощаете своему супругу, то пусть хотя бы это не видят дети, что это есть и что это, потому что дети будут брать это все на себя, и вот такие установки будут даваться им, что для мальчика это будет нормальным, он может потом и в вашу даже сторону, и в сторону матери, впоследствии, когда он вырастет, он может применять эти тактики, эти действия. И девочка, когда она вырастет, она ее восприятие с окружающим миром тоже будет таким. Меня могут все обижать, ничего страшного, завтра там попросят прощения, и все наладится, да, то есть отстаивание своих границ будет нарушено. Мы знаем, да, что в исламе, у меня есть по этому поводу тоже целый эфир, что везде Всевышний Аллах установил границы, и честь, имущество мусульманина, его кровь, они неприкосновенные, поэтому никто не имеет права посягать на твою честь, то есть оскорблять тебя, поносить тебя, где-то распространять о тебе ложь, да, вот, и также и имущество, брать твое имущество без права, да, распоряжаться им, и также кровь, да, кровь имеется в виду, что никто не имеет права посягать на жизнь мусульманина, и, если Всевышний Аллах это установил, обязанность каждого из нас, что? Обязанность каждого из нас это соблюдать, то есть беречь себя и не позволять никому приступать эти границы, и, если эти границы приступаются, призывать к ответу за нарушение этих границ в соответствии с законами Всевышнего Аллаха. Поэтому, если ребенку проецируются, даются такие установки, дальше он не сможет себя защищать, поэтому, когда, например, бывают конфликты, где есть рукоприкладство среди родителей, и ребенок видит, что там мама ничего никак не отвечает, никак себя не защищает, даже мальчик, он может, когда он коммуницирует социально, то, может, его побили, а он там стоял, ничего не говорил. Поэтому вот и вот эти культуральные стереотипы, которые даются, они должны быть все через призму ислама, то есть отец, у отца должна быть ответственность, и он должен смотреть, как смотрел на это пророк, саляллах, алейкум ассалям, то есть делал ли он это. Если он это не делал, то постараться этого не делать. И то есть бывает так, что во многих кавказских народах и среднеазианских народах, что папа этого не делает, папа не должен этого делать. И тем самым формируется вот такой вот образ отца, и также у мальчиков формируется образ мужчины, у девочек то же самое. Она будет все это проецировать на своего супруга, позже мы об этом поговорим с вами. Мальчик, он будет проецировать это на свою супругу, то есть отношениям, с супругой, со всем женским полом и вообще со всем миром коммуникации. Вот. И смотрите, роль отца в жизни ребенка, то есть отец, он, мама такая, она добрая, она там где-то уступчивая, а вот отец, он должен быть таким, который устанавливает границы и правила в своей семье, да, и эти границы и правила должны быть стабильны и устойчивы. то есть если мама там бывает, она может дать слабинку, например, если там она что-то сказала там, я там вот там себя наказываю там, ну, материнское сердце, Всевышний Аллах так создал, оно мягкое, оно в отношении ребенка быстро там остывающее, да, там, это не значит, что отец там не любит, но задача отца, роль отца установить в своей семье границы и правила в соответствии с законами Всевышнего Аллаха, естественно, но если эти границы там и правила не нарушают закон Всевышнего Аллаха, он может устанавливать их вот по своему усмотрению, да, поэтому в каждой семье свои порядки, да, и мы, например, не можем друг другу сказать, если это не нарушает религию Всевышнего Аллаха, то те границы, те правила, которые устанавливает отец или в этой семье установлены эти правила, мы ни в коем случае не должны порицать, дорогие сестры, да, и говорить там, ой, в этой семье вот так, а у нас вот так, то есть если это не противоречит религии Аллаха, то отец, глава семьи, он вправе устанавливать правила и границы, и чтобы они были стабильны и устойчивы, и вот именно отец, он должен быть таким стабильным и устойчивым, вот если он сказал, например, что установил какие-то правила, да, то обязательно следовать этим правилам, и он сам тоже должен следовать этим правилам, то есть если он сказал, например, то мы там, вот, сидя за стабильностью, мы не используем гаджеты, у нас был с вами эфир про гаджеты, да, вот, то если он сам эти границы устанавливает, но сам этим границам не следует, то есть сам, когда сидит там за столом и кушает, он использует это, то тут показывается, что я устанавливаю эти границы, и тут начинается уже на подсознательном уровне тиране, то есть значит тебе можно, а нам нельзя, да, то есть когда в семье устанавливаются границы и правила, и этим границам и правилам следуют все, то здесь здесь идет формирование здорового отношения в семье и здорового восприятия родителей как попечителей и детей как личности, которые нужно уважать и оберегать. И важно вот здесь вот матери не лезть и заранее, например, с супругами вашими договариваться, поэтому важно, когда перед тем, перед принятием решения, да, о замужестве, о никяхе, важно вот эти моменты все обговаривать и проговаривать, да, важно обсуждать, обсудить, да, то, что все конфликты или все правила, которые мы там будем устанавливать, мы будем согласовывать, но решение, конечно же, принимает отец и сурок, да, то есть это, это его ответственность. Поэтому важно, когда супруг принял какое-либо решение, и если оно соответствует шариату, да, и тоже не приступает как-то мирские какие-то границы, да, и через эти границы и правила не будет никакого нарушения, то важно маме не лезть в эти правила и границы, да, то есть особенно при детях не показывать, что они неправильные, ты неправильно делаешь, ты неправ, и если вы хотите это обсудить, обсуждайте это за закрытыми дверями, чтобы это не видел ребенок, потому что тем самым вы подрываете авторитет отца в жизни ребенка, да, вот, и в глазах ребенка вы подрываете авторитет отца, а потом, когда вы хотите, чтобы отец повлиял на него как-то, он не сможет на него повлиять, потому что вы подорвали этот авторитет сами, поэтому вот в формировании образа отца мама тоже играет ключевую роль в формировании, то есть в восприятии ребенка отца мама играет ключевую, поэтому бывает, когда семьи распадаются, то есть происходит развод, да, и мама начинает настраивать ребенка, да, в том, что вот там твой отец плохой, еще что-то, и этого делать нельзя, если как-то, если как-то отец нарушал права ребенка, да, то нужно постараться сделать так, чтобы эти права восстановились, но не настраивать ребенка против отца, ни в коем случае нельзя этого делать, дорогие сестры, почему, объясню вам, потому что ваше отношение с супругом это ваше отношение, оно никак не касается ребенка, и а у ребенка свое отношение с отцом и с вами тоже, да, поэтому у вас, например, могут возникать там негативы, и вы хотите, чтобы все испытывали этот негатив, то есть это такая женская месть существует, и важно это не переходить эти границы, поэтому важно маме не лезть в те правила и границы, которые устанавливает отец, если они не противоречат шариату, и заранее договариваются, да, может как-то направить супруга, сказать, давай лучше сделаем так, я предлагаю сделать так, не так, что сделай так, то есть вы зачастую женщины сами бывают виноватыми, когда вызывают негатив у своего супруга, потому что они вступают в роли кого, в роли главенствующего, то есть они начинают доминировать, и когда супруги начинают доминировать, конечно же, у мужчины возникает защитная реакция, от этого возникают конфликты, то есть нужно предлагать, и не просто предлагать, а свое предложение нужно доказывать, то есть рассказывать, показывать и говорить, вот давай сделаем так, потому что если мы сделаем так, возможно, будет вот такие результаты, то есть мужчина может получить хорошую мотивацию от женщины, и он задумывается, когда ему так вот доносят, не так с позиции доминанта, а с позиции того, что предложение, с позиции мотиватора такого, вот, и у ребенка, смотря как отец, как он коммуницирует с людьми, он это смотрит и у него формируется это восприятие, поэтому роль отца в жизни ребенка в этом плане важна, да, и ребенок, ребенок вступает в конфликты с одинаковым своим полом, то есть это как, например, мальчик может конфликтовать с отцом, почему, потому что когда начинаются вот, ну, эти периоды, да, вот уже осознанности, и с противоположным полом наоборот у человека идет, что нужно как-то налаживать, как-то располагать к себе, а со своим полом идет сопротивление, да, на доминирование, вот, и бывает, что мальчики, они начинают конфликтовать со своим отцом, да, или девочки начинают конфликтовать с матерями, вот, и важно в этот момент, в этот момент важно, чтобы у каждой из сторон, например, у отца, если, например, отец конфликтует с сыном, да, что, что вы делаете в этот момент, вы не принимаете одну сторону, почему, я вам скажу, можете сказать, а почему это, ну, как бы сказать, надо сторону отца принимать, там, показать ему, что он там глава семьи, ты не прав, там, и все, нет, важно вам не принимать ни одну сторону, а постараться постараться разрешить этот конфликт, то есть показывать каждому из них, да, положительную сторону, то есть разговаривать с ребенком не с позиции, папа прав, а ты, там, здесь никто, и тем самым подрывая авторитет от, авторитет самого ребенка, да, в отношении самого себя, то есть самооценка и уверенность будет падать и а важно тут и с отцом тоже коммуницировать, то есть ему объяснять, то есть как сказать, я между двух окней, вот это это не подходит нам, мусульманам, а у нас что, мы должны примирить, не взять какую-то сторону, а примирить, то есть ребенку объяснять, что отец хочет там как лучше, вот как это хорошо, если ты сделаешь так, это будет вот показывать ему, да, и отца тоже настраивать к тому, что посмотри это с другой стороны, если ребенок будет вот там делать так-то, так-то, то есть вы становитесь таким, посреди них мама становится таким, примирителем, чтобы примирить их и наладить отношения, если вы будете брать одну из сторон, то вы получите негатив от другой стороны, почему, потому что, например, если вы будете всегда брать сторону ребенка и там конфликтовать с отцом, говорить там нет, надо, так, то естественно у вашего супруга в отношении вас будет возникать агрессия, да, почему, потому что это несправедливо, да, потому что каждый из них считает, что он прав, а если вы будете принимать сторону отца, то это будет в отношении ребенка выглядеть как предательство, то есть он вам этого не прости, скажет, вот отец был не прав, а ты его всегда защищала, ты меня не защищала, то есть такие бывают претензии предъявляют сыновья своим матерям, да, вот здесь важно, что сделать, важно их примирить и найти то именно золотую середину в отношениях одинаковых полов. В отношении что должен делать отец, когда возникают конфликты между мамой и дочкой, об этом мы будем разговаривать, когда мы будем разбирать роль мамы в жизни ребенка, то есть это еще у нас следующая иншаллах тема. И у ребенка отношение агрессии формируется через отца, потому что это на гормональном уровне, то есть мужчины, они более такие, да, эмоциональные, у них есть мужские гормоны, формирование агрессии, я говорю, и в хорошем смысле слова, и агрессии в плохом. И в любом этом проявлении, и в хорошем, и в плохом проявлении, это формируется все через отца, то есть мужество, отца, защита матери, защита своих сестер, да, и дальше то есть и дальше там агрессия, агрессия там непонятия, то есть ненависть, да, вот в отношении там какого-либо греха, каких-либо действий, которые противоречат исламу, это все ребенок проецирует через отца, то есть почему, потому что это я мальчика говорю, да, сейчас мы девочек отдельно разберем, потому что у каждого своя роль отца в жизни ребенка в отношении мальчика, в отношении девочек она разная, да, то есть если где-то в отношении мальчиков нужно проявлять жест, то есть нужно там им ставить более ограниченные границы, то в отношении девочек такая жесткость, такие ограниченные границы, они не применяются, да, вот, поэтому должен быть баланс сил в этом отношении, и вот мальчик, у него вот формируется роль отца в его жизни, это формирование вот этих навыков мужества, стойкости, и вот эта способность на защиту, да, что вот Всевышний Аллах создал защитником, ты защитник своей семьи, ты попечитель своей семьи, и это отец должен показывать на своем примере, если он будет сидеть там ничего не делать и говорить, ой, ты защитник, ты, ты должен быть мужественным, а сам он никак это мужество не показывает, то никаких результатов не будет, поэтому всегда нужно начинать с себя на своем примере, обычно даже и слова не нужны, никакие слова тут не помогут, вот, слова это чуть другое, да, чуть другая их сила, вот, обычно это поведение, то есть если мальчик видит, что мама, отец маму защищает, отец о ней заботится, отец старается, да, для мамы и для всей семьи, у него будет формироваться такое, такое восприятие, что я тоже должен заботиться, я должен защищать, я тоже должен быть мужественным, девочка, смотря на это, будет проецировать, что вот именно такой должен быть мужчина, понимаете, если отец будет так, что он маму там оскорбил, маме не помогает, но мама все равно там никак свои права не хочет, не восстанавливает и это все терпит, она тоже выйдет и будет думать, что это норма, это нормально, мой же отец такой, а отец это что? Это отец это тот после веры, в которого Всевышний Аллах сказал почитать, относиться с добром, поэтому отец может быть сделать что-то неправильное и вот формирование вот такого неправильного восприятия мира именно вот формируется через роль отца в жизни мальчика и девочки, вот, поэтому он должен показывать обеспечение семьи, что именно он кормилец, потому что это его обязанность, это то, что возложил на него Всевышний Аллах и роль матери в этом тоже играет свою роль, потому что ризок может быть разным, дорогие сестры, но важно, да, важно и чтобы выросли мальчики такими, что мы заботимся и мы обеспечиваем свои семьи, да, важно, чтобы они понимали, да, что это нужно делать, но риск бывает разный, да, важно, что вот отец не лентяй, потому что он может работать и то, что он зарабатывает, где-то может как-то не хватать, да, и если даже, например, мы женщинам можем работать, можем себе находить халяльную работу, которая не противоречит исламу, да, вот, и работать на этой работе, тем самым, что, тем самым мы можем помогать, да, своему супругу, и это то, что мы помогаем, это будет нам записываться как садок, вот именно с такой точки зрения это преподносить, не преподносить с такой точки зрения, что папа твой лентяй, папа зарабатывать не может, папа никчемный и все остальное, да, а вот я такая хорошая, вот я вот это делаю, я вот вам обеспечиваю, я тебе вот это купила, я тебе то купила, вот так, то есть не должно быть такого восприятия, почему, потому что, ну, это тоже будет подрывать активность отца, и тем самым это будет формировать, что это нормально, завтра он женится, и завтра он будет требовать это от своей жены и смотреть на это нормально, то есть он будет думать, что это нормально отправлять свою жену, и он может отправлять там свою жену зарабатывать и там, где это будет для нее не халялем, то есть это будет сушение полов, это будет неприемлемо, да, и он будет смотреть на это нормально, моя же мама работала, и она говорила там об отце, что он не может заработать. Ну, я тоже не могу заработать. И когда женщина тоже проектирует это мужчине, когда она там говорит и начинает доминировать как-то, да, вот, это тоже подрывает его авторитет. Вот. Важно, чтобы было вот этот баланс сил. Север, вы заранее пишите ваши вопросы, потому что мы сейчас, иншаллаху в скором времени перейдем к вашим вопросам. Чтобы я не ждала, там, я вам скажу задавать свои вопросы, а ждать, пока вы чатаете. Если у вас есть какие-то вопросы по этой тематике, пишите, иншаллаху, мы это все решим. хорошо? А мы с вами продолжаем, да? Вот. Одну секундочку. Да, я извиняюсь. Мы продолжаем. А вы, если что, пишите ваши вопросы, иншаллаху та'аля. Пока я их не вижу. И мы с вами продолжим нашу основную тему. Обязательно нужно тоже помогать отцу становиться хорошим отцом, да? И важно направлять, сестры дорогие, вот ваших супругов, важно направлять. Не упрекать, не обвинять, а важно важно супругов направлять. поэтому когда вы хотите что-то донести для своих супруг, то вы это доказываете, да? То есть, что вот так будет правильнее, вот такие будут последствия от такого нашего поведения общего, да? То есть, потому что родители, они оба ответственные. Мы на следующем уроке с вами разберем роль матери. Она не менее ответственная, чем роль отца. Конечно же, у отца более-больше ответственности, чем у матери. Вот. вот, поэтому и важно, когда вот, например, если такие случаи бывают, да, что отец отсутствует по каким-либо причинам. То есть, это может быть развод, это может быть смерть отца, это может быть тюремное заключение, или отец часто отсутствует там, он там, у него такая работа, что он бывает там раз в полгода дома. Вот. Но важно, если отец жив, да, не важно, дорогие сестры, например, если у вас там произошел развод. Давайте разберем по полочкам, да, если у вас произошел развод, то важно, если вы желаете, чтобы ваш ребенок вырос здоровой личностью, уверенной, здоровой личностью, и если вы знаете, что, ну, вы должны на это смотреть трезво, то есть, ваши отношения с супругом, которые у вас произошли, и, может быть, это по сути раздором и расходом, вот, никак не должны сказываться на ребенке. То есть, бывает, что, когда мама с папой там разводятся, а папа хочет общаться с ребенком, то есть, у них хорошие, нормальные отношения, и мама тут начинает настраивать, да, твой отец такой-сякой, да, вот он меня обижал, а ты что, не хочешь маму защитить? И вот, начинается такой эмоциональный шантаж в отношении ребенка. Этого не должно быть. Если у вас отношения с бывшими вашими супругами не очень хорошие, то, но у них отношения хорошие, то вы это поддерживаете, потому что ребенок, чтобы он сформировал, да, вот это правильное свое восприятие отца и дальше правильное свое восприятие всего мира. Дальше. и давайте с вами немножко остановимся на теме финансовая грамотность, да, потому что часто бывает, что это может быть причиной раздора. и как я вам сказала, риск может быть разный, да, но если папа там работает, да, делает причины для риска, но этого не хватает. Здесь подключается мама, берет причины, халяльные причины для риска, да, вот, и важно в этот момент не показывать свою доминантность. Даже если вы больше зарабатываете, сестры дорогие, настраивайте себя, что каждая копейка, которую вы потратите на свою семью, это как садаха. Но при этом не так, что вы взвалили на себя всю ответственность, это мы под папушей коснемся. Если вот роль отца, она демонизирует, что происходит с ребенком и дальше, что происходит с... вообще... не только в детском возрасте, а дальше по всей жизни. И вот важно... Что делать? Важно ребенка настраивать и правильно объяснять. Сейчас мы сначала разберем, да, вот я сказала, когда развод, например, если отец жив, развод и у него отношения хорошие складываются с ребенком, не препятствуйте. Наоборот, поддерживайте и лучше налаживайте баланс у себя внутри, дорогие сестры. Вот если у вас с супругом произошел у вас бывший супруг, да, вот, то... чтобы пережить этот развод и чтобы хорошо выйти из этого положения, вот, нужно что? Можно справиться, если сами не справитесь, можно обратиться на консультирование, да, к специалистам, которые вам помогут найти вот этот баланс в жизни, да, то есть справиться с этим испытанием. Это на самом деле испытание для, и как и для мужчины, так и для женщины. И важно из этого испытания выйти достойно по исламу и свой, сохранить свой иман, да, потому что часто иман, подавление имана идет в этом случае. Ну, иншаллах, может быть, как-нибудь коснемся этих вопросов. Вот. А второй случай, когда, например, отец отсутствует по причине тюремного заключения, например, да, вот, и тут уже он при своем сильном-сильном желании он не может полноценно участвовать, в воспитании детей. Мама больше находится рядом с детьми, да, отец как-то дозированно находится, но при этом все равно важно, да, важно объяснять супругу, да, и если он сам этого немного недопонимает, да, и сам, может быть, он сметен, может, он хочет, а как это сделать? Тут важна роль мамы, да, чтобы объяснять, показывать хорошие черты отца, да, говорить там, когда ребенок что-то делает, отговорить там, что папа бы тобой гордился там, или там, когда, например, у вас есть время, когда вы общение, да, то есть обязательно, вот, чтобы папа подчеркивал, да, это, ну, мы сейчас чуть позже, да, то есть максимально постараться, да, чтобы отец участвовал в отношениях с детьми. Дальше есть, если смерть, да, отца, и отец отсутствует по причине смерти, важно вот эту добирать роль отца через мужской пол в виде родственников, например, дядя, там, брат, брат, мамы, да, дядя и со стороны отца, дядя и со стороны матери, то есть любая, любая мужская фигура, там, дедушка, вот, ну, с обеих сторон. Если таковое вот тоже отсутствует, да, то есть негде, чтобы было мужское, мужское сообщество, общество, да, не сообщество, а общество, вот, и тогда нужно добирать, вот, у мальчиков нужно это, чтобы это добиралось со стороны, там, тренера, да, то есть просто нужно смотреть, вот, отводить на какие-то секции, да, вот, то есть чтобы было мужское общение и мужское восприятие мира, да, если это девочка, да, то постараться, конечно же, тоже вот поговорить с родственниками мужского пола, чтобы со стороны, как отца, да, к девочке было внимание, мы сейчас это чуть попозже, вот сейчас мы начинаем этот вопрос, вот это, как поступить так, если бывают ситуации, что вот отца, он по каким-либо причинам отсутствует, и как с этим справиться, да, вот, что касается немного финансовое, мы коснемся, да, когда вот, что нужно делать, нужно развивать финансовую грамотность в детях, и пять составных компонентов, которые помогут любому из нас быть финансовыми грамотными, а я всегда говорю, в исламе у нас самая лучшая финансовая грамотность, нам не надо нигде учиться, просто посмотрите на нашу религию, и поэтому мы смотрим на это, на эти пять компонентов, если у нас какой-то из этих компонентов отсутствует, да, то нужно будет поработать над этим, чтобы быть вот финансово грамотным, и преуспеть в обоих мирах, например, первое, да, это накопление, то есть, человек то, что зарабатывает, да, какую-то часть, вот, всегда думает, что нужно накапливать миллион, нет, а копейка рубль бережет, да, такое есть хорошая пословица, поэтому без копейки не будет даже миллиона, вот, и главное, вот, вот эти накопления, участвовать, да, эти накопления иметь, например, там, сделать себе копилку, и там, скидывать туда, там, по пять рублей, 10 дней, это уже 50 рублей, да, 20 дней, это уже 100 рублей, и так, как бы, с миру по нитке, да, может образоваться хорошая сумма, то есть, для чего эти накопления делать, для того, чтобы тратить это на свои нужды, и тратить это на нужды мусульман, то есть, накопления, дальше, траты, вот, и мама, и папа, может показывать, ну, в частности, это отец, да, должен, потому что финансовое обеспечение семьи, это его обязанность, и вот вся финансовая грамотность у ребенка формируется через отца, и у девочки, и у мальчика, у любого ребенка, она формируется через отца, вот, и поэтому, если они видят, что папа там даже по 5 рублей откладывает, и он будет то же самое делать, и она то же самое будет делать, то есть, сейчас, чуть позже, следующие пункты вам помогут понять, для чего это делается, дальше, траты, да, чтобы обязательно отец тратил на свою семью, и мама это должна подчеркивать, не так, что не с упреками, там, вот, ваш отец вас обеспечивает, а вы такие неблагодарные, нет, это не должно быть упреками, это должно быть, как похвала, как благодарность, и как показывать, что это хорошее качество, да, там, например, папа там принес там какие-то сладости, сказал, ой, Маша Аллах, какие сладости, какой ты папа молодец, то есть, в адрес него, а не так, не в адрес ребенка, а в адрес него, то есть, подчеркивать, ага, значит, ребенок, мальчик в основном, да, и у него сформироваться такое, что я добытчик, и если я добываю, я это трачу, когда я буду тратить на свою семью, это будет похвально, то есть, это хорошо, девочка, когда будет видеть, что отец приносит, он тратит, и мама благодарит его, она будет также благодарить своего мужа, то есть, это благое отношение еще и формирует, и, естественно, мы должны быть благодарны, то есть, благодарны своим супругам, да, за то, что они заботятся о нас и тратятся на нас, поэтому вот накопление траты, да, подарки, то есть, и подарки не обязательно должны быть какими-то, там, основными, да, вот, пророк Савиллах, алейхи васселям, сказал, дарите друг другу подарки, и ваша любовь будет приумножаться, да, подарки могут быть незначительными, но нужно показывать их значимость, не играть роль, дорогие сестры, а именно воспринимать их как, альхамблиля, что эти подарки есть, поэтому я всегда говорю, не смотрите там, что у кого-то там мужья, там, дарят дорогие подарки, там, машины, еще что-то там, другие украшения, еще что-то, не надо смотреть, у каждого свое, да, и надо смотреть, вообще ваш супруг оказывает вам такое внимание или нет, он может принести вам один там цветочек, может не принести цветочек, какую-то шоколадочку может принести, еще там, что-то купить вам, да, вот, за это благодарите Всевышнего Аллаха в первую очередь, да, что это есть, и его тоже, то есть показывать, и дети будут видеть, мальчик и девочка, будут видеть это, и они будут смотреть, ага, нужно дарить подарки друг другу, это тоже будет формировать хорошее отношение между собой, да, дальше, инвестиции, когда мы говорим инвестиции, инвестировать в Ахера и в Дуне, да, то есть, то есть, это вклады, вкладывание во что-то, и инвестиции, это что, это садаха, да, садаха джария, просто садаха, да, и инвестировать, например, в свое будущее с намерением инши Аллах, да, что там, я, например, приобретаю там эту, даже вот, книгу, или я приобретаю там какое-то имущество, да, с целью того, что оно принесет мне благо, оно мне как-то облегчит, то есть, учить, вкладывать в то, что тебе облегчит, что будет для тебя благом в этом мире и в Ахера, да, и когда, когда ребенок будет видеть это, он тоже будет учиться инвестировать и вот здесь проявление щедрости и всего остального. Дальше, после вот, которое накопление мы с вами видели, да, вот после накопления, после того, как вы накопили, да, обязательно показывать, вот, отцу показывать в том, что какая-то большая покупка, даже, пускай не большая покупка, а какая-то значимая покупка была. То есть, накопление делается не просто так, для того, чтобы ростратить там на чипсы еще что-то, еще что-то, а накопление делается для того, чтобы приобрести какое-то для себя, что-то для себя приобрести, да, будет облегчать как-то благом, даже пускай доставляет удовольствие что-то, и это будет формировать правильную финансовую грамотность у ребенка, да. Дальше, последнее, коснемся с вами, какие запросы у ребенка к отцу. То есть у ребенка запросы к отцу, первое, это защита. И об этом сказано в Куране, Всевышний Аллах говорит, защищайте свои семьи от адского пламени. То есть ребенок, отец должен выступать в такой роли, что папа всегда защитит, папа поможет, папа вот нас учит религии, чтобы защитить нас от огня. То есть это нужно давать ребенку, то есть у ребенка эти запросы, то есть эта ответственность в отношении ребенка заключается в том, что защита. Дальше, в признании, да, признании каком? Ты мой сын, ты моя дочь. Вспомните Лукмана, да, мудрого Лукмана, который, что он говорит в своем ребенке? Я Абунейе. То есть ой сыночек. Он его наставляет. Он не говорит ему, да ты там такой секой, да ты вообще там никто, еще что-то. То есть похвала в адрес сына и дочери, а обязательно в сторону дочери подчеркивать ее внешность, какая ты красивая, какая ты прекрасная, какие у тебя красивые волосы. То есть этим поднимается, формируется и поднимается самооценка девочки как женственности. Она учится становиться женщиной через отца. То есть она будет понимать, ага, вот у меня волосы красивые, папа сказал. То есть маму она будет воспринимать как соперницу. Поэтому девочки у мамы там берут вещи и ее одевают, да, там что-то где-то соперничают, да, там мама там говорит, там сделай такую прическу, а не делают наоборот прическу, потому что у девочки, это мы еще, иншалад, в роли матери с вами коснемся, ну я вам предварительно, да, скажу, у девочки вот такое. А когда отец это подчеркивает, у девочки по-другому, она смотрит это со стороны женщины и мужчины. То есть роль мужчины в жизни женщины формируется через отца. Поэтому вот это признание и сын, и дочь должны взять, вот это должно быть, ты мой сын, я тебя люблю. А у нас в калкавских народах и в азиатских народах не принято выражать свои чувства, не принято какие-то жесты в отношении детей. Но пророк, салиллах алейку ассалям, он уделял и внимание, и целовал, и ласкал, и по-доброму относился. Он давал вот это признание своим детям, да, своим внукам он давал это признание, он давал это признание попечителям, которые находились на его попечении, да. Анна Сипенмалик, да, он всегда к нему относился, как к сыну, он вырос рядом с ним, да. И вот он давал вот это признание ему. Дальше общение. Обязательно, обязательно. Вот прямо если отцы не общаются с детьми, это очень плохо. Почему? Потому что обязательно общение, проводить время вместе, общаться, разговаривать. То есть не так, что сели, мы с вами поговорим, а то есть должно быть вот коммуникации. Потому что через эти коммуникации формируется восприятие тоже всего мира. То есть папа же рассказывает, да, там папа рассказывает, там, я там пошел туда-то, и вот так получилось, я так сделал, да, там. Или там говорит, а, там, я так сделал, там, вот там, глупо получилось, там. И там все, там, ха-ха-ха посмеялись, да, там, или там, ой, что-то я вот здесь сделала как-то неправильно, надо будет вот исправить. И это так формирует восприятие у ребенка к внешнему миру. Значит, можно так сделать это, можно исправить, или можно так сделать, это будет правильным. Вот если ты будешь вот так делать, то это будет. То есть через общение, через разговоры нужно. И важно вот до брака, например, все сестры, которые не замужны, важно до брака вот это обговаривать. То есть как ты смотришь на общение с детьми, как он может где-то вы можете понаблюдать за ним, как он коммуницирует с детьми. Потому что бывают те, кто не любит вообще детей. Ну, родился ребенок, а там как-то вырос и вырос. Вот, это нужно, это тоже обращать внимание. Дальше ответственность. Запрос ребенка к отцу, он ждет ответственность от него. То, что он берет ответственность за тебя. То есть если у тебя там что-то случается, ты сделаешь что-то неправильно, то помощь вот эта, то он знает, что папа за меня ответственный, он мне поможет, он придет, он меня защитит. И когда вот вы показываете, да, там, что вы воспитываете, обеспечиваете все, это все формирует ответственность. Это все будет потом в дальнейшей жизни формироваться. И у ребенка то же самое. И когда вот эти запросы происходят, что на эти запросы они не оправданы, ребенок не получает этих запросов, то образ отца демонизируется. И что происходит, да? Такие дети, они вырастают жертвами, потому что они считают себя в каком-то заточении, в какой-то тюрьме, да? И вот они ждут этого освобождения. Они ждут, что кто-то придет за них это сделать, что кто-то придет, это признание им даст, что кто-то, вот, то есть в роли жертвы, это что мне все обязаны. Вот ты мне обязан сделать это, ты мне это обязан сделать, ты мне это обязан сделать, и вот это. Дальше может возникать синдром хорошести. Синдром хорошести это что? Это он постоянно, этот ребенок, мальчик, девочка, неважно, он будет искать довольство людей. Вот это потому что, если он не получит признание, он будет искать признание это во всех, да? И когда он не будет получать признание, да, это формирует у него потом дальше такую тираническую, да, такую личность, которая будет любым, любыми путями захочет получить признание от других, да? Конечно, падает самооценка, да, и поэтому у мальчиков они будут ждать это от своих супруг или от противоположного пола, да, что вот это, что я ценен, да, и если вот они не будут этого получать, естественно, это будет агрессия. А девочка, она будет стараться делать все, пускай он меня бьет, пускай он меня оскорбляет, пускай он что хочет со мной делает, но он там меня сегодня побил, зато он мне говорит, какая я хорошая, какая я красивая. И бывают, да, вот случаи, когда вот, например, вы смотрите и думаете, это муж тиран, он издевается, избивает, и все, и жена, почему она не остается с ним? Или почему она не заявит о своих правах, чтобы это прекратилось? Значит, там есть вот этот недобор, и на следующий день он мне, ой, любимая моя, единственная, извини, прости, я просто так разозлился, и тебе вот там сотрясение мозга сделал. И она уже все растаяла, он же меня любит, бьет, значит, любит. Вот эти моменты, это то, что девочка, она недополучила вот это признание от своего отца, и она проецирует это на своего мужа. То есть отношения с противоположным полом женщина, она проецирует через своего отца, потому что это первый мужчина, который она видит вообще в этой жизни, и она все думает, если мой отец такой, значит, весь мужской пол такой. Вот, и она это проецирует через отца. Поэтому роль отца в жизни ребенка, она очень важна. И важно, те запросы, которые ребенок дает своему отцу, важно эти запросы закрывать. Это с точки зрения нашей религии, все сегодня Аллах по своей мудрости это установил, да, и это то, что должен получить ребенок от своего отца, чтобы сформировалась крепкая, здоровая исламская личность. Потому что все вот эти качества, они подрывают иман. Если роль отца в жизни ребенка демонизирует, то все эти качества подрывают иман. И что? И получается, у нас мы получаем общество с оставленным иманом. Дорогие сестры, у меня основная моя лекция все, все, что я хотела до вас донести. Аль-Хамду-Ллях, я донесла. Давайте я отвечу на ваши вопросы. Я вас просила заранее писать. Если кто-то еще что-то думает, пишите, пока я отвечаю на те вопросы, которые есть. Но их не так много. Аль-Хамду-Ллях, все, что есть. Так, хорошо. Сейчас мы посмотрим. Саляму алейкум. А нужно ли перед детьми показывать обнимашки, целовашки между мужем и женой? Аль-Хамду-Ллях, на прошлом уроке я это говорила, где половое отношение детей формируется. Но еще раз отвечу. Смотрите, они тоже бывают разные. То есть обнимашки, например, если папа пришел там, ас-саляму алейкум, и просто обнял, это да, это надо показывать, потому что вы показываете, что отношение, благое отношение. Если они несут более уже глубокий интимный характер, то, естественно, этого показывать не нужно. Дальше, целовашки тоже там. Если там папа пришел там, поцеловал, просто поцеловал, то это да, это нормально, что они видят, что папа любит, папа оказывает внимание. Но если это переходит уже на более интимный характер, то этого показывать нельзя. Это уже идет развращение. Поэтому у мусульман золотая сведения. То есть папа и мама пусть показывают, что между ними есть любовь, что между ними есть теплые, хорошие отношения, что между ними могут возникать какие-то недопонимания, но они их решают путем договора. Не так, что вы показываете, что вы там возле них там ссоритесь, возле них уже миритесь. Нет, просто вы это все с золотой серединой, все это обтекаемо, это все показываете. Но когда ребенок видит, что мама с папой друг друга уважают, друг друга любят, и то есть папа на своем месте, на месте попечителя и главы семьи, а мама тоже на своем месте в подчинении своему супругу, то так формируется здоровое отношение и восприятие вообще мира общего и коммуникации с остальными людьми и, естественно, с противоположным полом. Хорошо. Тамам, сестры, еще? Вопросы, есть у вас вопросы? Спасибо. Хорошо. sharp Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...